друзья всем привет и сразу хочу сказать это не кликбейт я действительно в этом видеоролике расскажу вам поучительную историю о том как мой сосед купил рено логан базовой комплектации цена которому было 450 тысяч рублей за 1 миллион 180 тысяч рублей ребята это было весело расскажу все последовательно для чего я это делаю я уверен что многие из вас активные пользователи ютюба давным давно уже знают о том что есть различные серые дилеры на сегодняшний день вы уже знаете что и официальные дилеры вас также могут обманывать тем не менее наш канал с вами растет потихонечку развивается и за один только вчерашний день написала три человека которые пишут следующее диман привет машину официального дилера стоит 700 тысяч рублей нашел тоже официального дилера который предлагает нет автомобиль по цене в 400 тысяч рублей на мой резонный и логичный вопрос продавцу почему она так дешево стоит начинает рассказывать о том что машина годовалая то есть она новая просто 2017 года застоявшиеся все с ней отлично единственное условие нужно купить ее в кредит вы можете закрыть на следующий день все будет классно приезжаете вы естественно должны понимать что это самый настоящий развод и не дай бог вы окажетесь в таком автосалоне будете плакать горькими слезами сегодня на улице довольно-таки жаркая температура плюс 31 градус но очень сильный боковой ветер давайте присядем с вами в салон автомобиля я вам все последовательно расскажу погнали не хочу чтобы видеоролик получился на 40 минут поэтому сразу перехожу к делу но досмотрите обязательно до конца чтобы вы понимали что в нашей стране на чеку нужно быть до самой смерти значит 2011 год у меня был сосед по лестничной клетке почему был два года назад от инсульта человек умер царством небесное отлично вообще мужик был приходит ко мне как-то раз вечером говорит димас ты я себе купил новую тачку рено логом все стоит под окном давно хотел наконец-таки купил у меня говорит подозрение есть кажется так что машинку более дорого мне посчитали я молодой парень мне там примерно 21 год я думаю о круто саня взял себе тачку саня мужик отличный будет давать покататься пошли смотреть машину выходим время уже было примерно около 9 вечера на улице темно идем к логану он тем временем дал мне договорчики а потихонечку листая он рассказывает о том что машину очень крутая там поставили различных доп оборудование мол машину комплектованы по полной программе подходим смотрим машина пустая из допов стоит только за задний парктроник вот базовая комплектация плюс задний парктроник возвращаемся домой садимся я открываю договор а сами человек такой машин работягу что понятно было что это за психотип он никогда не конфликтует ни с кем не спорит работал всю свою жизнь электриком по москве московская прописка у него квартиры социального найма то есть город ему дал все он не живет в общем он уже на пенсии работает подрабатывает на стоянке охранник с мужиками они сидели обсуждали до этого у него была четверка и пришли к выводу что самая крутая тачка для них всех это налогом собственно поэтому на него смотрел и пошел за ним вот я начинаю параллельно читать договор и вижу просто следующее чтобы в договоре прописано что комплектация базовая но там указано что парктроники стоят друзья как вот вы думаете сколько 180 тысяч рублей это просто было жестко плюс ко всему они ему вешают бешеный процент заполняют за него что он якобы получает 50 тысяч рублей в месяц его ежемесячный платеж составлял 18 тысяч рублей на пять лет это примерно 1 миллион 80 тысяч рублей плюс важное условие было что на следующий день должен был приехать еще внести первоначальный износ 100 тысяч рублей я не начинаю спрашивать вообще что было как произошло говорит возвращаясь домой возле работы открылся автосалончик зашел пообщаться ребятами посмотреть машинку а тут выясняется то что нужная машинка рено логан стоит в наличии ждет его они говорят ну смотри деньги есть я выяснилось что у сани дома в шкафчике лежала 100 тысяч рублей они это вынюхали он им это все сам рассказал то есть это я к тому то что какие профессионалы работают они его прощупали полностью я его сосед с ним всегда хорошо общался на все темы никогда не знал что у санька вообще деньги есть они вот вытащили из него эту информацию в общем они говорят вот смотри вот машина стоит мы сейчас делаем хорошее кредитное предложение ты же работаешь будет у тебя сумма платежа 8000 рублей в месяц завтра привезешь нам денежку и все вот те ключи забирай машину уезжай ну и санек поначалу вроде бы блин ну а чё нет по 8000 он там начал считать что у него пенсия была 18000 плюс на работе он получал 15000 он думает ничего восьмерика дам вообще будет красотища приехав домой когда начал смотреть договор вроде бы казалось мужик простой но тем не менее он что-то начал понимать что короче какая-то жопа естественно я понимаю что весь факт налицо какое-то мошенничество мне тогда 21 год я думаю блин нифига себе какая тема наклевывается я подумал как что автосалон отправляет заявку на кредит в банк банк который тогда был он уже не существует 4 года назад его закрыли там сидит человек подставной который знает что с этого салона приходит заявка который нужно всеми возможными способами одобрить чтобы перечислили деньги в автосалон после чего этот сотрудник банка получит так сказать взад откатик там соточку условно какую-то денежку на следующий день я вызвался саньку помочь и поехать в этот автосалон разобраться вообще что произошло почему это парктроне которые на тот момент стоили там пятнашку обошлись ему в 180 тысяч когда я приехал и по адресу я увидел десятиэтажный дом и на подземной парковке где обычно даже стать машины автосалон из серии империал там удача судьба и так далее я даже заходить не стал потому что я понял что это серые дилеры и там в лучшем случае ты получишь вежливый ответ иди в жопу в худшем случае может быть все что угодно после этого я звоню в банк и говорю ребята так и так у нас такая ситуация нужно разобраться назначать встречу я беру санька мы приезжаем туда выходят два менеджера девушка парень я все рассказываю так и так у человека во первых зарплата 35 тысяч рублей суммировано если сложить то что он получал в стоянке на вообще не официальная а у него платеж получается 18 тысяч рублей в месяц группа эти вот не пенсии 18 тысяч официального платежа вообще нет его завтра уволят чем вам платить будет то есть он изначально не платежеспособный человек как подаете ему кредит зачем почему они все выслушали разворачиваются уходят приходят и говорят так то что у нас весь факт налицо что ваш александр ваш сосед мошенник он специально взял кредит он специально хотел обмануть банк чтобы не платить эту сумму в процессе разговора я им ввожу важную информацию ребята соточка которую он должен был на утро привести сделать как первоначальный взнос а первоначальный взнос если вы вносите все ребят это получается так то что вы подписались вы считаю уже условно совсем согласно начали платить это короче очень тяжело потом отбиваться это однозначно суды грис . осталось дома и соточку он не вносил они изменились лиц они говорят ну блин в общем мы будем передавать дело коллекторному агентству в процессе разговора мы разошлись на том что до свидания мы платить не будем они говорят будете платить все выплатите поэтому не сомневайтесь вам приедут мы выходим я оставил сразу свой номер санек тут же удаляет свою сим-карту потому что я объяснил саня будут звонить коллекторы будут трепать те нервы не надо вот я я за них все тебе за тебя расскажу начали звонить коллекторские агентства примерно через неделю первую неделю прозвонил автосалон и каждый из менеджеров говорил что же случилось как так произошло блин давайте попробую разобраться и начинали снижать ставку процентно в итоге дошло до того что говорят ладно хорошо заберите ее по номиналу как вот она стоит везде там условно 450 тысяч отдайте бабки и все и вы нам ничего не должны нифига я говорю забирайте вашу машину она стоит под окном никто на ней не катается начали звонить коллекторские агентства каждому из них их было семь штук я говорил сразу говорю ребята включайте запись буду рассказывать им объяснял что у человека во первых денег нету его обманули то есть это неправильно с их стороны во вторых у него квартира социального найма и ничего у него вообще нету то есть вы можете у приехать вы можете его избить вы можете покалечить вот денег у него от этого не получится отнять квартиру вам у москвы ну попробуйте сродитесь с городом после этого вообще больше агентства не звонила сразу то есть они перепродавали либо отдавали долго дальше чем закончилась эта история спустя примерно полгода позвонили с автосалона сказали ну чё где ваша машина мы приедем ее забирать сначала они конечно же говорят пригоняйте ее сами мы у вас ее примем шарик лошарик приедешь еще потом в общем вы понимаете попросил их пригнать они приехали я ключи положил в машину они пришли сели в машину я видел с окна как они его забирают уехали все больше они не звонили и на саньке не знаю что там с этим долгом было ему было пофигу потому что пока все прошло ну как то знаете все забылось и слава богу его больше никто не трогал не терроризировал два года назад как сказал начале ролика саня заболел случился не инсульт и он умер мужик был реально отличный и вот к чему я вам рассказываю эту историю это было практически восемь лет назад вообще такие обман начались еще десять лет назад и вот за десять лет в нашей стране даже в самом главном городе страны москве ничего не изменилось все десять лет эта схема действует и вот до сих пор вчера там 28 августа звонят люди говорят я нашел на зазывают приходите все будет хотите дорогу вам оплатим все гарантии дадим друзья что будет в этой ситуации вы приедете в лучшем случае вас просто обманут по кредиту и из серии машина которая стоила 500 тысяч рублей вы ее купите также за миллион за миллион 200 с учетом выплаты всех процентов в худшем случае вы придете оставите денежку потом получится что это уже задаток он не возвращается в итоге вы выйдете из этого салона без машины и без там допустим 50 либо 100 тысяч рублей либо же уедете и вовсе на каком-то разбитом родване не ведитесь ни на что это если вы хотите купить новый автомобиль помните одно kia mazda toyota mercedes lamborghini что угодно заходите на главный сайт и смотрите там список дилеров только после этого вот по этому списку работаете приезжайте туда и в любом случае от и до читаете договор стоит вам отвернуться стоит вам заговориться там по телефону да да все может измениться начеку нужно быть обязательно но самое главное помните нет халявы как вы знаете я сейчас занимаюсь машинами я много езжу по салонам торгуюсь высматриваю скидки вариант такой что у дилера базовая комплектация стоит 700 800 тысяч а вам предлагают его за 400 тысяч ну чё вас кидут просто жестко горькими слезами будете плакать поэтому помните одно самое главное в нашей стране нужно быть начеку и поговорка замечательно бесплатный сыр бывает только в мышеловке друзья я прекрасно понимаю что многие из вас в курсе про такие схемы вы скажете да это уже старая история неважно на сегодняшний день все это также действует и многие зрители нашего канала даже не в курсе об этом поэтому эта информация будет в первую очередь полезна для них от вас одна просьба накидайте в комментарии различные ссылки на похожие истории пусть кто-то снимал рассказывал вы же сами прекрасно знаете что есть канал на ютюбе которые показывают как люди приходят вот реально с горькими слезами рассказывают о том что их кинули их обманули им обещали одно на деле получилось совсем другое не забывайте о том еще раз вам говорю бесплатный сыр бывает только в мышеловке берегите себя берегите ваши деньги и будьте всегда на чеку обязательно подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на инстаграм нашего канала ставьте лайки ставьте дизлайки высказывайте ваше мнение в комментарии у меня на этом все до новых встреч всем пока